приветствую вас мои родные любимые христолюбчики все братцы и сестры во христе и все люди на земле всем желаю радости веселья и счастья всякого блага мира терпения в души ваши прежде всего чтобы были сами счастливы бы если вы сами несчастливы никого счастливым никогда не сделаете в дома ваши семьи ваши во все сферы жизни вашей все у вас было хорошо сегодня такая тема я так и назову на ролик упаси меня бог царствовать с моисеем ильей и прочими пророк святыми людьми да и пророками что я хочу сказать вы знаете печально все смотреть на людей которые конечно я закончу сегодня обязательно я думал по простому назвать как читать ветхий завет суть там смысл пять шагов к чтению ветхого завета нет я хочу именно я хотел эту тему давненько озвучить вот как раз есть повод конечно в конце мы подытожим и ягру я скажу о ветхом завете но хочу все-таки предварительно поговорить в простоте слова как я это тоже люблю не только все по бумажке сказать простые вещи вы знаете очень печально смотреть на людей которые считают вы знаете мои уже кто меня не первый день слушает кто первый раз просто этот ролик будет слушать но надеюсь вы узнаете обо мне побольше библия это никакая не слово божье это писание на ней написано библия хотите библиотека по русски напишите это собрание книг надо себе когда-нибудь это уяснить иначе вы так и будете в печали находиться и ничего не достигнете ни в этой жизни не в будущей если вообще верный путь выберите вообще куда-то хоть пойдете в сторону света библия это собрание книг и книга от книги очень сильно отличается да есть евангелие это книги 0 или книга просто четырьмя авторами разными написано описанном события это книги или книга как хотите благая весть о жизни учения иисуса христа который бог явился воплоти и оставил нам пример святой жизни именно туда мы только смотрим и только так пытаемся жить есть книги апостольские почему-то в отличие от евангелия они разделены если вы заметили деяния и послание потому что жизнь человека к сожалению отличается и даже покаяние и стяжание святого духа это еще не святость это только начало жизненного пути мы все рождены от семечки от от семечка от слова божьего и нам еще предстоит долгий христианский путь жизни в небесное царство иисус запомните это на всю жизнь кто не читал или кто читал через дырку или через призму заквасок каких-нибудь сект православных католиков протестантов всех мастей иисус никогда не учил ни о черно-белой христианской жизни не о черно-белом посмертном бытие это все лживые учения которые я по божьему ведению обличаю это лживые учения иисус всегда учил о том что человек ты получишь семечко а что из него вырастет что из него можно будет кушать это покажет твоя жизнь причем ты можешь отвалиться будешь быть просто ветвистым красивым деревьем можешь засохнуть даже расцветя вот так что всякое может быть с человеком жизнь человека она только предполагает святость да дойдет человек до нее нет как он будет идти насколько подобиться богу в этой в других жизнях это время только может показать вот поэтому пока вы все эти закваски не выбить из своей головы не выкиньте ничего вас конечно вы так и будете на одном месте топтаться и евангелие для вас просто тщетно иисус этому не учил всему чему учат религиозные закваски они все полностью извратили христово учение это еще пошло все с третьего века когда христианство стало какой государственной религией все с того момента она стала блудницей это никакая не церковь это лживая христианская секта это волк в овечьей шкуре тогда когда христианство легализовали так скажем и подняли под царя под императора все с тех пор ничего доброго ничего святого там нет не найдете вы люди есть поступки людей всегда я никогда не осуждаюсь есть добрые поступки свет просвещает всякого человека это безусловно но сама эта секта которая в четвертом веке появилась под названием ортодоксия этот волк в овечьей шкуре это совсем не христианство она стала превращаться из жизни учения иисуса христа которую мы друг другу должны передавать и желать людям жить по этому учению превратилась какой-то просто хинею в закон моисея тут тут предела не хватит рассказывать жизни на не хватит рассказать чего только не на придумали все да весь понятно грубые вещи всем известные начиная от культа нового культа моисея новейшего завета как я называю со всеми бородатыми преданиями старцев вот заканчивая обычным оккультизмом и прочими вещами а жизнь простоте иисус сказал люби весь мир людей животных природу в этой любви достигать совершенства все единственная простая заповедь естественно проявляется это заповедь в делах и более того именно делами это вера твоя это учение мировоззрение достигает совершенства именно через дела ты становишься святым внутри точно так же как мышца накачивать столько посредством занятий точно также внутренний человек растет развивается становится святым как хотите красивым благоуханным только через дела любви через совершенство этих дел да мир лежит во зле и поэтому некоторые наши дела с виду кажется это не любовью да вот но это совершенно не так тут надо просто разбираться мы живем не в царстве небесном а в мире пребываем который лежит во зле а зло исходит из сердец человеческих поэтому не всегда казалось бы наш поступок может кому-то показаться любовью но это действительно так на данный момент это любовь сегодня я тем раскрывать не буду о делах любви к человеку они ко всем по-разному проявляются людям ветхий завет сегодня я хотел об этом поговорить вот сшили ветхое с новым собрали одну библию назвали слово божий истиной ветхом завете написан такой от такие грехи человеческие такое убожество и все это выдают за истину готовы оправдать самого сатану и всех кто выполнял его прихоти и похоти сам причем добровольно это я уже давно на опыте общения испытал поэтому говорю это не праздные слова после многолетнего даже не в личном христианстве а вы именно в общении с людьми какая польза может быть от ветхого завета если ветхозаветные люди это праведники то я уже сказал недавно в одном в одной беседе сергеем дудкой я причем это сказал потому что я прям уже записал себе тему я хотел такой ролик записать и как раз в беседе с ним само с языка соскочила я реально так назвал хотел назвать ролик записать который сегодня записывал упаси меня бог от такого небесного царства с такими праведниками если царство небесное будет состоять из моисея иисуса навина давида соломона пророка ильи его преемника из и кииля упаси меня бог от такого небесного царства я лучше в аду побуду один мне не нужен незакон моисеев мне не нужно убивать ближних которые по субботам палки собирают мне не нужно давать указания проклинать детей которые будут на мной смеяться мне не надо убивать 500 православных попов или 500 просто протестантских пасторов только потому что я считаю жрецами на самом деле и служит они не богу неба земли а отсутствуем мне не надо этого делать царство небесное царство божий как хотите которая будет с иисусом тысячелетние потом вечности на новой земле новом небе еще неизвестно скольких небах и на скольких землях это царство любви где люди любят друг друга а любовь это во первых давать возможность быть человеку способен свободным это первое это первое вы знаете всегда говорю о трех сущностях бытия природе бога и соответственно нас людей как образа и подобия бога любовь свободы бессмертия вот вот вы знаете какая из них первая это нераздельная троица как очень любит а троица проповедовать вот я тоже частенько троица проповедую любовь свободы и бессмертия да они не раздельны но вы знаете все таки первое что казалось бы человеку дано фундамент чего любовь ну кажется да бог есть любовь любовь все совокупность совершенств бессмертия ну да бог живи изначально то бог просто есть бог есть любовь просто есть казалось бы первое всего ну да вы знаете фундаментом всего на самом деле является свобода потому что судите по этой жизни даже любовь или бессмертия мы же выбираем да мы не выбираем бессмертия мы просто бессмерт на приоре и никогда не умрём бог нас создал однажды хотя мы вечно пребывали в его сознании ну заметьте в этой жизни мы можем выбирать даже верить своих бессмертия ли нет или верить в смерть любовь дамы свободно выбирать дела добра дела любви или дела зла била ненависти тщеславия или кротости Смирения или гордости То есть мы выбираем Прежде всего, человек это личность Это я А я и свобода Это одно и то же слово Нормальные, мудрые философы Даже не будучи христианами Кто читал, изучал философские всякие мысли Системы, мировоззрения отдельных людей Или там были школы Именно где группа единомышленников Прибывала Они все характеризовали Мне самое понятное и краткое слово нравится Это я Кто такой человек? Это я И что это за я такое? Это свобода Это совокупность моих выборов в жизни Каждую секунду я выбираю Что мне сделать Куда пойти, что сказать И вот совокупность моих выборов Это и есть я Это и есть мой внутренний человек Моя святость или греховность Моя доброта или моя злоба Поэтому фундамент такой Это свобода Поэтому люди, которые притыкают чужую свободу Палкой Чем занимались во всем Ветхом Завете Там нет никакого вообще истины Там нет никакого Бога Там нет никакой правды Там нет ничего Где нету свободы Там нету Бога Бог есть любовь Здесь все слова очень важные Бог, казалось бы, он всемогущ Я говорю, но он сделал камень Который не может поднять Это человек Это свобода Прежде всего Бог свободен Он не боится ада Он не жаждет рая Он просто Бог Он свободный Есть любовь Он ее избирает Хотя он блах абсолютно Хотя при этом он может сотворить зло Вот слово Бог у вас должно ассоциироваться со свободой С могуществом И она же в свободе Это могущество То есть он благая могуществом Ничего над ним не давляет Он ничего не боится Ничем его не заманиваешь И он творит любовь Есть любовь Есть слово Должно ассоциироваться Естественно, нет начала, нет конца С вечностью Бесконечностью Бессмертием Как хотите Бог есть любовь Любовь, свободу и бессмертие Все Где нет этого Я всегда говорил Этот ключ Но это мы сейчас дойдем Я все-таки хочу по списку Я потом по пунктам покажу вам на экране По полчтению Хотя я и так это говорю Можно было бы сразу начать Но да ладно В Ветхом Завете Есть это Есть там свобода Нет там никакой свободы Где нет свободы Там нет Бог Бог есть свобода Бог есть А Бог есть истина Все это Любовь, свобода и бессмертие В одной окоемочке Это истина Весь Ветхий Завет Можно через призму этой истины К любого ключа рассмотреть И это истина в каждом человеке Если вы смотрите не через свое сердце В которое впустили истину Сердце твое лукавое Сердце твое злое Не доверяй сердцем Это все ахинею И лапшу Вешают вам люди Плотские И слуги сатаны А не Бога Сердце твое Именно чистое Должно узрить Бога А что такое чистое сердце Это когда человек перестает Прятаться в кустах Как Адам От Бога И говорит Господи Однажды познав Что Бог есть Что Он любовь Свобода и бессмертие Человек открывает целиком Ему свое Помышление Своего сердца Говорит Господи Я все Я хочу быть святым Я хочу быть Богом Твоим детем Что мне делать Бог говорит Люби всех Совершенствуйся в любви Через дела естественные Не через веру Ты в это поверил А теперь делай Вот и все И все вам Бог откроет И вы должны жить так Как слышите в своем сердце Не так как вам кто-то говорит Даже я Дядя, Степа, Вася Святые, подсвятые Апостол Павел Когда-то сказал Прекрасные слова Кто в чем Чего достиг В том и живи Ты главное Искренне будь с собой Бог тебя тут же направит Ты во что сегодня веришь До чего достиг Чего понял Так и живи Ты только исполняй Повеление своего сердца Чистого только сердца Не вздумай сам с собой Слукавить Вот ты Тебя уже тошнит От этих мощей И ты все равно ходишь И участвуешь в этих грехах Ты лицемеришь и лукавишь Ты прячешься от Бога в кустах А Бога нет там, где лицемерие Где грязное сердце Где закрытое Где лживое, лукавое сердце Там нету Бога Ты должен жить так Как ты слышишь Голос Бога в своем сердце Если ты слышишь этот голос А каждый, кто захочет Его услышишь Нужно только захотеть Ничего больше не надо Бог недалеко от вас Он в каждом из вас Нужно просто захотеть Захотеть И ты будешь его ярче Громче И правильно В прямое А не в кривое ухо Слышать Если ты будешь Исполнять то Что он тебе говорит Все время Начиная от первых повелений Бог тебе говорит Так Это убери Это прими Если ты будешь делать все В первых ты поверишь Примешь Что Бог есть И сатана Это не второй Бог Это не анти-бог Это лишь его творение Если ты говоришь Господи Сатана есть Я знаю Но ты мне говори в сердце Не вот эти бредни Которые мне лапшу на уши Снимите ее Да выкиньте Что сердце у тебя лукавое Что лукавый везде присидит Между Богом и человеком Нет никого Бог творит с неба и земли Сатана имеет власть На человеком Ровно столько Сколько попускает ему Сам человек А над его телом И над окружающими Обстоятельствами Ровно столько Сколько попускает ему Бог Мы из книги Иова Это прекрасно видим Вот и все Если ты откроешься Полностью Богу Скажи Господи Я все что буду слышать Я все буду исполнять Если вы начнете стремиться Если вы полюбите истину Как Павел Фессаленкин Прекрасно сказал Как это сказал прекрасно Иоанн Богослов Что мы В поступке Христовом В его кресте Узрели сущность Бога Любовь Божью И уверовали в нее Вот если вы полюбите истину Полюбите любовь Поймете что она у вас в сердце Откройтесь целиком Бесстрашно Не важно какие обстоятельства Вас будут смущать Вам кажется Вы сейчас всех потеряете вокруг Вы останетесь без ничего Вы будете нести Одни поругания Поношения Если вы испугаетесь Ничего у вас не получится Если вы откроетесь Богу Наберетесь смелости Жить так Как вам будет говорить Бог Все у вас получится Бог никого не оставит Того кто стремится К совершенству К святости К познанию истины Умом и делом Потом сердцем Вот и все Все очень просто Делай то что ты считаешь Правильным Другими словами Хотите более мирскими Скажу как это Кто там совесть Это слово Я его терпеть не могу Нет никакой совести У человека есть Бог Свет Который Который любовь Который истина Который бессмертие Свобода Он тебе будет говорить Что тебе делать Все что ты слышишь В своем сердце Что ты считаешь В жизни правильным Так и поступай Но ты должен желать Этого Полюбить Это Истину Любовь Ты должен пожелать Это все Это даже описать невозможно Это просто внутренний Такой вопль человека А потом Когда уже Бог тебе отвечает И ты слышишь Это уже не вопль А просто беседа А потом это вообще молчание Ты уже все знаешь И Бог все знает Вы просто молчите Он тебе просто говорит Ты просто слушаешь Ты уже не вопишь Вначале надо вазопить Конечно После вазопения Бог тебе ответит Если ты будешь Его слушать Беспрекословно Каждое слово В своем сердце Ты чувствуешь Вот это истина Ты не лукавишь собой Ты не страшишься Если какие-то Ты знаешь Что так правильно Но из страха не делаешь Ты ничего не достигнешь Бог раз тебе скажет Два И отойдет от тебя Ты же не слышишь Ты же не исполняешь Зачем говорить Всегда перенесите это На мир Человеческий Мы делаем то же самое Раз человек Сказали Два Ну не хочет Что ж ты Что будешь ему Он говорит Отойди от меня Не надо Если вы будете Слушать Поступать всегда Даже Даже перед Угрозой Страданий Каких-то По телу Вы лишитесь работы Денег Здоровья Жизни Может быть даже Но если вы будете Поступать всегда По истине Вы всегда будете В Боге И Бог у вас Я не могу Вас Обнадежить И сказать Все будет хорошо Нет Иисус на кресте Висел И кричал Господи Почему ты меня оставил Показав нам Пример Что у тебя будет Чем ты будешь Ближе к Богу Тем будет больше Чувства Бога Оставлено Кто это знает Я говорю Это будет молчание Ты будешь знать истину Ты знаешь Что ты уже Да Но Бог будет молчать Бог будет внешне Как я буду тебя оставлять Ты будешь показывать Ты будешь все больше Подвязаться И исполнять Дела жертвенные Любви Потому что зло Добро в этом мире Любовь Конечно же Гонимая Ты будешь страдать Это без этого Никуда Но это и есть Путь христианина Настоящий До Царства Небесного Придется немножко Потаскать свою Деревяшку На горбу Под названием Крест Никуда не деться Такой в путь жизни Познание Жертвенной любви В Царстве Небесном Некого будет любить Никаких врагов Там не будет Уже Там святые люди Будут Которые любят И готовы Именно отдать Своё тело И жизнь И здоровье Рать других А здесь мы учимся Такой любви Какой мы больше Никогда Нигде не научимся Земная жизнь Это великолепный этап Великолепная школа Богом Придуманная Хотя она просто Дана свободой Человеку И тут Но Бог Естественно Управляет Я в этом плане А так конечно же Изложений Бог придумывает Люди Из сердец Вот и всё Вот вам Простая истина Если вы будете Это делать Всё у вас будет Хорошо Переходим К Ветхому Завету Я так Сначала Главное слово Доброе сказать А потом уже Всякую По поводу Ветхого Завета Запомните Это на всю жизнь Все писания Ветхого Завета Первое Это книги Исторические Меня конечно Огорчают люди Которые отпадают От Библии Это удивительно Это обычная Историческая книга Её Почитают Во всех народах Её признают Все люди мира Даже от И кто бы ни был Это исторические документы Я лично Как и многие И действительно Всем советую Но тут Не посоветуешь Поверить Но это так Я верю В каждое событие Точно так же Как я верю Во Вторую мировую В Первую мировую В истории Множество искажений Такой же лжи Но вы знаете Никто не отрицает Вторую мировую войну Понятно Нам Свои сказки Рассказывают Мы там Хорошие только были Все остальные плохие Мы победили Другим Другие сказки Рассказывают Но Все рассказывают Эти сказки Ни у кого нет сомнения Что это война Была Что определенные Исторические Личности были И так далее Вот надо Первое понять Что Библия Это исторические книги Книги Ветхого завета Как и нового Ну в частности Сейчас о ветхих И как их надо Надо воспринимать И какую пользу Мы оттуда можем Потому что Начиная с того Сотворения мира Людей И грехопадения И всей этой истории Конечно же Мы читаем Как исторические Внешние события Но мы их Естественно Читаем Как Вот сейчас Мы узнаем Как В отдельную группу Выделим Конечно же Христианин Для себя Всегда найдет Тамисианские места Которые Просто могут Укрепить Его веру Хотя В Иисуса Не надо верить Иисуса Надо полюбить И не кричать Конечно Об этом Навсюду Налево И направо Я вот Когда прочитал Евангелие Первое Что я испытал Любовь Я влюбился В этот образ В этого человека Бога человека Бога явившегося Во плоти Как я С первых дней В принципе Исповедую Это говорю Для немощных Кто понести Не может этого Я говорю Вот это человек Вот это да Вот я хочу быть таким Я хочу такого друга Я хочу такого брата И я хочу быть достойным Другом И братом Такого человека Мы же не можем быть Сами неизвестно кем И желать С хорошими людьми Иметь общение Да Поэтому Все эти Мессианские места Это все конечно хорошо Но если ты Не полюбишь Иисуса Который Бог явившийся Во плоти Явил сущность Бога Которая в любви Которая есть любовь Вряд ли Чего это даст Но на самом деле Если ты Тебе эти Мессианские места Что-то дадут Да Потому что толковать Их можно как угодно Многие Начиная с иудеев Естественно Толкуют их И они ждут С его мессии Потому что К мессии Иисусу Они это не применили Поэтому говорю Это может быть Меч обоюдоострый Но действительно Кто признает Иисуса Да Все это увидит Третье Самое важное Что мы можем сделать Начиная от грехопадения Первого человека Который додумался Богу тыкнуть Что Бог плохой А человек хороший Все что мы можем Действительно Читая Назидация Еще не будучи Сверхпросвещенными А допустим Даже неофитами То вчера уверовавшими Это то Как не надо делать Потому что Это не слово Божье Библия И те люди Которые там Описаны Никто их Святыми Не нарекал Никогда Они сами Себе все время Говорили Что они Идут в Преисподнюю Первое Что каждый Может выяснить Оттуда И поназидаться Как не надо Делать Начиная с поступка Первого человека Никогда Не тыкать Богу На то Что все Вокруг виноваты И Бог в том числе Сотворив Чуть ли не его Не дав ему жизнь Женщину Которую Он им не дал И мы всех людей Вокруг виним Что ж ты Вот они меня тут Соблазняют И скушают Сатану И так далее Надо покаяться Избавиться От этого Первородного Греха Никогда Никого Не обвиняйте В своих Грехах Не сатану И бесов Перестаньте Это делать Я это слышу Постоянно Даже от очень Близких С кем общаюсь Перестаньте Обвинять Тьму Тьма Надавила Беса Сатана Чуть ли не Вас там Сам Люцифер Искушает Забудьте Об этом Это никакое Не оправдание Всегда Вспомните Помните Третью главу А если не помните Перечитывать Хоть каждый день Пока из вас Эта дурь Не выйдет Бог Послушав Послушав Как я Образно Говорю Покивал Головой Да-да И что И воздал Каждому По делам Его Неважно Кто был Причиной Греха Евы Адама И так далее Это явилось Как это Называется Смягчающим Обстоятельством На суде Или как там Это Отягчающими Обстоятельствами Да Я не судья Не получал Юридическое Образование Не помню Как это называется Отягчающие Там Что-то такое Что состояние Аффекта Что алкоголь Да Там есть То же самое Здесь Что кто-то Там Способствовал Нет Бог сказал Да-да Ой-ой Ой Ева Ты почему Так сделала Я же говорю Это вот Змея А да Прости Прости Адам А ты почему Да Кажется Вот и Ева Мне Да и ты Еще додумался Мне такую Женщину Дать Ой Прости Прости Дорогой Так разве Было Так нам В третьей главе Описано Нет Каждый Получил По делам Своим Господь Не сказал Сказал Не вкушать Зла Они Вкусили Ну Вкусили Вкусять Более того Я говорю Страшно Не столько Было Их Вкушение Господь Призвал Их К покаянию Они Покаялись Нет Они Обвинили Всех Вокруг Кроме Самого Себя Вот Я говорю Первое Когда Вы дойдет До вас До этого Это Описано Как раз В ветхозаветных Книгах Поэтому Бытие Это просто Невероятная Книга Божественная Книга И Я Счастлив Что С ней Знаком Да И почему Всем рекомендую Вот именно Только Надо понять Ключи Надо научиться Из Писания Ветхого Это Как мне Не надо Делать Потому Как надо Делать Вы там Почти Не найдете Мы сейчас К этому Найдем А как Не надо Делать Там Во Потонешь В примерах Сколько Там Начиная Я говорю От Первый Человек Сколько Там Этих Примеров Сосчитать Невозможно Вот Эти Три Пункта Запомните Себе На всю Жизнь Это Исторические События Описанные Нам Это Мессианские Места И Как Не надо Делать Если Как я Сказал Вы Начнете Подвязаться И жить Христианской Жизнью Даже До Креста Будете Слушать То Что Вам Говорит Бог В Сердце Бог Естественно Этой Самой Жизнь Точнее Вы Сами Себя Снимите Моисея Его Покрывало С Своего Лица Из своих Глаз Тогда Откроются У вас Глаза И Бог Вам Откроет И Глаза Зрячими Просто Сделать И Вы Все Будете Видеть Тогда Вы Можете Видеть Пророчество Ветхом Завете По сути Те же Самые Мессианские Места Когда Они Будут Относиться Они Там Всегда Будут Относиться Пророчество В Библии Всегда О Трех Событиях Говорят О Трех Временных Измерениях Это Ближайшее Пророк Говорит О своем Поколении То что Там Их Обычно Пленяли Или еще Что-то И было Пророчество О Недалеком Будущем Когда Их Бог Вернет Опять Из плен И так Далее Это Естественно О Первом Пришествии О Временах Первого Пришествия Или О Времени Первого Пришествия Христова И Второго Все Порой Одно и Тоже Пророчество Применяемо Ко Всем Потому Что Жизнь Она Круглая Все Не Круглая По Спирали Идет Бога Тогда Вы Все Увидите Там И Когда У вас Будет Снято Это Покрывало А Снимается Она Тем Что Вы Исповедуете Свободу Любовь И Бессмертие Причем В Абсолютном Совершенстве Бог Абсолютно Свободен И Человек Дал Абсолютную Свободу Поэтому Жену Своего Военачальника И Убил Этого Военачальника Это Он По Своей Собственной Свободе Согрешил Никакого Оправдания Его Поступку Нет И Бог Его Там Не Оправдывал Но Я На Своей Жизни Встречаю Людей Которые Додумываются Это Оправдывать Вот Когда У вас Снимется Свобода Что Человек Не Важный Придумали Там Учений Просто Сумасбродных Могли Они Там Не Могли Что То Делать Человек Свободен От Начала Адам Был Свободен Каин Был Свободен Убивать Или Не Убивят Брата Господь Его Предупреждал Не Делай Этого И Он Мох Это Не Сдел Бог Не Тупица Ж Бог Дух Святой Бог Сотворивший Все Это Он И Вне Человека И Внутри Этого Человека Он Все Во Всем Каину Что Было Сложно Не Убить Брата Зачем Вообще Убивать Его Он Тебе Что Сделал Ничего Лично Вообще Не Сделал Он Из Зависти Написано Убил Его Как Он Не Мог С С В Мир Только Идеальная Истинная Система Это Где Абсолютная Свобода Дана Всем Существам Земли Это Абсолютная Любовь Не Какая Это Люблю Абсолютная Естественно Что Жизнь Она Вечная Это Спираль Бога Она И в Микро Мир И в Макро Бесконечна Не найти Ни Ни Края Только Тогда Вы Все Это Увидите Только Тогда Вы Еще Увидите В Некоторые Правильные Поступки Вы Увидите Некоторые Правильные Примеры Вы Увидите Действительно Там Есть Слова Божьи Когда Божий Там Являлся Там Естественно Описано И Общение Бога С Людьми И Наоборот Это Естественно Там Есть Я Никогда Этого Не Отрицал Поэтому Там Есть Слова Божьи Когда Бог Изрекает Да Но Тогда Вы Начнете Увидеть Где Бог Действительно Изрекает А где Люди Думают Что Их Бог Изрекает Или Пишут Что Их Бог Изрекает Или Приписывают Или Влагают В уста Бога Определенные Слова И мысли Вы Все Это Увидите Или Где Даже В словах Людей Которые Даже В принципе Не Выдают Что Это Слова Там Бога Вы Можете И В словах Этих Людей Найсти И Истину И И Сущность Истинная И Вот Через Эту Линзу Вы Будете Смотреть На Ветхий Завет Что Бог Любовь Свобода И Бессмертие Это Что Касается По Поводу Ветхого Завета Ну И Закончить Я хочу Чем Опять С чего Начал Упаси Меня Бог От Небесного Царства С Моисеем И И Прочим Пророками И Подобными Им Любви Царство Небесное Царство Любви Поэтому Стремиться Мы Должны К этому И Проповедовать Сами Так же И С жизнью Своей Естественно Проповедовать И Потом Словом Почему Я И Сказал Что Я Гру Все Больше Больше Уже Утвердился Практически В том Что Так Как Есть Бессмертие Есть Реинкарнация Сегодня Мы Об этом Не Будем Говорить Потому Что И Как Раз Через Эту Призм Очень Похоже На То Что Действительно Люди Проживая Много Жизни Начиная От Сотворения Мира До Второго Пришествия Действительно Изменяются Не Все Конечно Многие Некоторые Потом Будут Изменяться Но Что Действительно Ко Второму Пришествию Иисуса Христа Где Будет Тысячелетнее Царство Уже Даже На Земле Это Вы Знаете Будет Действительно Святой Святых На Земле Но Это Я Угру Если Там Будет Моисей С Ильей В том Состоянии В каком Он Как Говорят Ушел Отсюда Потом Спит До Второго Пришествия Вы Знаете Мне Такое Царство Не Надо Это Все В сердце Человеческое Я Думаю Что Вы Когда Читаете Ветхий Завет У Вас С Такими Людьми Никакого Желания Вместе Находиться Который Вас Будет По Башке Долбать А завтра Может Вообще Зарежет Мечом К поясу Припоясанным За то Что Ты Там Чего То Вдруг Решил От Бога Отвалиться С Какого Перепуха Кто Ему Дал Эту Власть Бог Нет Это Только Те Люди Так Читают Которые Неразумно Читают С Моисеевым Покрывалом Ветхий Завет Ничего Бог Не Давал Только Ветхий Завет Только Тогда И Новый Только Так В принципе На этом Все Наверное Я Поговорил Никогда Не Сшивайте Ветхое С Новым Это Закретил Сам Иисус Не Старое С Новым Не Ветхое С Новым Как Хотите Учение Иисуса Это Учение Истины Бога Оно К Библии Никакого Отношения Не имеет Оно Имеет Только В том Контексте Если вы Способны Плевел Отделять От пшеницы Та да да Вот так На этом У меня Все Я надеюсь Что Кто-то Меня Услышит Что-то В своей Жизни Поправит В принципе Я обо Всех Заповедях Сегодня Вам Напомнил Так что Лишнее Ничего Говорить Не буду Всех Обнял Поцеловал Любите Друг Друг Если Ролики Мои Нравятся Знаете Чего Нужно Делать Всех Обнял Поцеловал По-братски До встречи В следующих Видео Пока Пока